Всем привет, друзья, вы на канале Games Reviews, с вами как всегда Пипа, и сегодня мы посмотрим с вами игру, которая называется Twin Mirror. Давайте начнем. Интересно посмотреть, что игра из себя представляет, потому что ее очень многие описывали как очень крутую игру. Сейчас попробуем в этом убедиться. Так, большую часть дня шел легкий дождь, но теперь небеса чистые на термометре, плюс Вирджини идет довольно какая-то засуха, разворачиваете пледы, вы слушаете бас-вудскую волну за микрофоном Кэрри Меннетт. Так, постоянный автор. После небольшого перерыва эксперты в сфере психологического здоровья расскажут вам об эпидемии. Очень быстро диалоги идут. Так, Бэсвуд, мы туда направляемся. Дом сдается. Музыка Эй, ты проснулся? С тобой все в порядке? Ммм, какой-то завод, видимо, по производству бетона, либо чего-то такого похожего. Интересно, куда же мы едем, и кто мы вообще такие? Сейчас будем разбираться. Пока что подводка вообще абсолютно непонятная, что происходит. Я надеюсь, единственное, диалоги будут не слишком быстро идти, и я буду успевать их читать, потому что, ну, блин, что-то во всех играх начали очень быстрые диалоги делать. Это, конечно, немножко начинает напрягать, не все умеют читать, прям, как, блин, с красной машины. И так, ну, обзорная площадка. Так, и куда же ты приехал, дружок? Что тебе тут надо? Да похорон еще долго, можно и здесь подождать. Так, что за похороны? Ммм, совсем непонятно. Так, и что нам тут можно делать? А, где здесь? А, я не особо пойму. А, у нас тут есть тропинка, давайте сюда сходим. Так, сколько здесь было принято решений, сколько всего тут пошло под откос. Так, информация о проведенных работах. Компания не хочет, чтобы ее щедрость осталась незамеченной. Хорошо. Блин, хотя бы тут локализация хорошая, уже огромный плюс. И посмотрите, какой закат офигенный. Так, и раньше я постоянно сюда ходил. Отличный все-таки вид, городок, всего ничего рукой подать. Так, и на лавочку ты сесть можешь? Ну и хочет он на лавочку садиться. Так, что у нас тут? Пенек. Сел на пенек, давай косарь. Так, мангальчик, бутылка пива валяется. И больше тут пока ничего нет. Так, давайте вот к этой карте. О, карта. Давайте посмотрим. Так, кладбище, вахта Басвуда, Басвуд и Басвудская речка. Нам нужно типа на кладбище вон туда добраться. Интересно, кого мы хороним? Хм. Так, ну, так смотреть. Не одно лето мы с Ником провели рыбачу на этой реке. Мой родной город. В кошмарах он казался внушительнее. Так. А шахта? Давайте на шахту как-нибудь наведемся. Даже не знаю, что за Басвуд без шахты. Так, и кладбище, да, у нас есть? Вряд ли Ник хотел бы видеть меня на своих похоронах после всего, что произошло. Пока что я не понимаю, что произошло на самом деле. Так, знак опасно. Чего? Потому что знак спасает жизни лучше, чем ограждение. Ну, я бы, конечно, с этим не согласился, но да ладно. Давайте посмотрим. Экстренный телефон. Давайте. Что там говорится? Подключен к линии экстренных служб. Думаю, он сейчас не простаивает, учитывая какие тут проблемы со связью. А тут что у нас? Знак Дикие Животные. Итак, что у нас тут есть? Давайте посмотрим. Пока идешь по маршруту, ты как будто один во всей вселенной. Так, правила охоты. Охота еще одна непонятная мне традиция. Совершенно не мое. Так, но мы еще, кстати, можем смотреть и читать. Так, на всем протяжении охоты вы должны иметь при себе все необходимые лицензии и документы. Охота в состоянии алкогольного опьянения запрещена. Охота в период получаса после заката и получаса до восхода запрещена. Ладно, понятно. Так, Дикие Животные. Тут водятся вымирающие виды. Чего она? Еще разок. Она даже статью про них написала. Кто она-то? Так, в живописных горных лесах Западной Виржинии обитают олени, белки, летяги, лисы, полевые мыши, кролики, летучие мыши и многие другие виды животных. По всему штату встречаются рыси, кабаны и даже черные медведи. Работники удаленных от городов ферм периодически видят пум. Да ладно, пум, вот насчет пум. Хотя, хрен его знает. Может и видит. Так, маршрут перекрыли три года назад из-за оползня. Хорошо. А это что такое? Ящик лиги. Я тут как-то на неделю бутербродов оставил папу, потом долго напоминал. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Так, еще значок какой-то тип. Туда не ходи, да? С палкой. Мы идем без палки, поэтому я всегда любил смотреть отсюда на Батсу. Помогало отстраниться, если бы не тот день. Так, панорамный вид. Так, ага. Окей, давайте посмотрим. Воу-воу-воу-воу. Что происходит? Почему внутренний мир не может быть таким же ясным и стройным? Фига, там поезд пополам сломанный. Так, а это чё? Это её мысли. Правда, мой разум видит всё насквозь, в том числе меня самого. Хм. Какой-то странный чувак. У него какие-то способности, видимо, странные есть. А, всё, я типа могу тут ходить. Блин, нифига себе. Блин, круто всё очень выглядит. Мы идем как будто по стеклу. Что это такое? Воспоминания. Я хочу кое-что у тебя спросить. Только не пугайся. Станешь крёстным отцом моей дочери. Я её больше никому не доверяю. А потом я перестал брать трубку. Он мне накануне смерти звонил. Теперь уже и не узнать, о чём он хотел спросить. Ах ты, говнюк. Серьёзно? Тебя попросили стать крёстным, а ты даже трубку не взял. Охренеть. Так. Чё это такое? Бильярдный стол. Про него я пока ничего не могу посмотреть. Оптимальные углы удара. Нифига. Он там просчитал даже оптимальные удары, чтобы забить в вузу. Всё. Так, а это что у нас за его вспоминание такое? Давайте посмотрим его. Занна. Знакомься, это Анна. Она фрилансер. Пишет в основном очерки про местную... Чего-то. Что делать, если мне правда интересна местная жизнь? А ты на чём специализируешься? Так, я отойду к Уолту, а вы пока поболтайте. Смотри её, не обижай, Сэм. Больше никто так искренне не интересуется другими. И мной. Короче, чувак этот походу всех кинул вообще. Из-за него походу ещё и друг погиб его. И мы идём типа на его похороны. Так, а это кто у нас? Давайте посмотрим. Нет, правда важна. Я честно так думаю. Просто... Люди здесь не самые добрые, а память о них хорошая. Будь осторожен. Сэм, ты меня вообще слышишь? Я тебя слышу, Анна. Но да, не слышал. Эгэй. Мы к финальному пришли. Воспоминания или что это? Анна, посмотри вон туда. Что там такое? Что-то купается голышом? Анна, посмотри. Тебе понравится. Ничего не вижу. Что-то заслоняет вид. Сэм. Что ты делаешь? Я пытаюсь быть романтичным. Стоп, стоп. Ты что, решил сделать мне предложение? Я стою на одном колене. Вот кольцо. На что это ещё похоже? Не смотри на меня так. Я никого не убивал. Так, это молчание меня уже пугает. Анна, пожалуйста, скажи что-нибудь. Сэм. Убери его. Ну блин, я не хочу замуж. Мне это не нужно. Ты же знаешь. Мы это обсуждали. Так, получено достижение. Привет из прошлого. Нам было обоим плохо. А ей просто хватило смелости это признать. Опять я ушёл в себя. Сколько времени? Так, бабушка, ты... Там не заблудился? Эйк. А, да. Видимо нам пора. Нажмите, чтобы прочесть новую запись дневники. Давайте прочтём, что там у нас. Я решил прогуляться по утёсу перед похоронами Ника. Думаю, я ещё не готов взглянуть в глаза Басфуду. Но прошлое уже затягивает меня обратно. Воспоминания такие яркие, будто я и не уезжал. Так, задание прогуляться по утёсу. Вспомнить тот самый вечер у зрительной трубы. И... Пора ехать. Хватит тратить время зря. Дальше. Что такое? Дневник. Так. Анна. Когда-то она меня бросила. Изменилась бы моя жизнь, если бы она тогда сказала да. Снова её увидеть это будет неловко. И нелегко. И всё же часть меня с нетерпением ждёт этого момента. Правда, остальное хочет одного развернуться и уехать. Ага. Так. Сэм. О, он на меня похож. Два года назад я сбежал из Басту, оставив позади работу в небольшой местной газете толпы возмущённых людей. Толпа возмущённых людей и неудачные отношения. Ушёл и не обернулся. А теперь еду назад на похороны лучшего друга. Что может быть лучше, чем взглянуть в глаза ошибкам прошлого у могилы друга? Ни хрена не может быть лучше. Так. А это кто у нас? Ник. Мы с Ником дружили с самого детства. Он был моим единственным другом. Два года назад, когда я уехал из Басфуда, я пропал из его жизни. А теперь он пропал из моей жизни навсегда. Потому что умер. Блин, а чё это? Один умер, второй умер. Так, что у нас в статистике? Вы ещё не приняли важных решений в этом эпизоде. Хорошо. Блин, короче, я пропустил похороны. Может и к лучшему. По крайней мере, самник точно не расстроится. Блин, офигеть. Короче, пока мы тут стояли, мы пропустили похороны друга. Это хреново. Но наш герой не расстраивается особо. Ты едешь? Извини, Уолтер. Но задерживаться не планирую. Что, уже сдаёшься? Небольшой заплыв по унылым волнам твоей памяти, и ты готов сдаться? Знаю, ты уверен, что там внизу тебя не ждёт ничего хорошего. Одна сплошная боль, может ты даже прав. Но уже два года прошло. Пора взглянуть им в глаза. Взрослей, Сэм. Но есть хорошая новость, по крайней мере ты не один. Блин, а чё это за чувак был? Это духового друга, что ли? Блин, непонятно. Двин Мирор. Что-то, если попробовать дословно перевести, типа двойного зеркала. Что-то типа того. Так, смс-ка пришла. Так, ты едешь? Очень надеюсь, что ты на поминки успеешь. Я буду в баре. Так, ник не обменится. Так. Не, давайте сходим. Я почти на месте. Попал в пробку, я уже рядом. Связь пропала. Ничего нового. Ага, то есть я ответить даже не могу. Зашибись. То есть на поминки я тоже не пойду? Да, какая-то история у нашего персонажа не особо веселая, не особо такая прям легкая. А несколько друзей его погибли. В том числе лучший его друг на похорон опоздал. С ним разговаривает какой-то дух. Вообще пока что не особо понятно. Но очень интересно посмотреть, что будет дальше. И вообще в сюжете в этом разобраться. Потому что игрушка сделана очень даже интересно. Парковка Майнерс Хевен. Бильярд. Бильярд. Дартс. Открыто. Это мы на поминки приехали? Или нет? Если на поминки, то как-то их проводить. Бильярдный. Думаю, не очень как-то. Так, кто это? Опа. Так. Джон Уолдрон. Букашка. Дочь Ника. Не представляю, как с ней справляться. А, это дочка его друга. Слоник. Ты приехал? Давно не виделись. Ты здорово выросла. У меня к тебе разговор. Так мы и разговариваем. Холодно. Холодно. Прости меня. И, конечно, теперь тебе будет еще труднее мне доверять. Мог бы хотя бы мне позвонить или написать. Особенно когда... Ну, ты понимаешь, когда папа... Я не знаю, что сказать. Здесь ты права. Я просто не в состоянии ни с кем общаться. До сих пор не в состоянии. Приехал только из... Привык только к смерти Ника. Спасибо за честность. По крайней мере, ты мне не врешь. Слушай, я хотела поговорить насчет этой истории с папой. Это просто невозможно. Он не мог сам разбиться. Ты же знаешь, что он водил как старый дед. Нет, не может быть. Я просто не верю. Я на пох... Я на пох... Я не следователь, не полицейский. Мне больше некому обратиться. Помоги мне узнать правду. Слоник, пожалуйста. Она не верит, что смерть отца могла быть случайной. Но куда это ее приведет? А что если к правде... Вдруг все действительно не так просто? Час назад ты был готов сбежать, а теперь мы начинаем очередное расследование? Расспрашиваю людей и все. Только сегодня. Ей будет спокойнее. Да и мне тоже. Это поминки. Допрашиваешь других, будь готов, что с тебя тоже спросят. Ну, допустим, хотя бы ребенка можно в это не впутывать. Не надо давать ей чего-то там. Так, она и так на тебя обижена. Решать тебе. Так, не обижать ее. Пообещать помочь. Блин, я не знаю. Тут сложный выбор. Не обнадеживать ее и обещать помочь. Отлично. Давайте пообещаем помочь. Хорошо. Попробую что-нибудь выяснить. Может, что и накопаю. Правда? Ты права. Что-то не сходится. Я терпеть не могу, когда что-то не сходится. Я тоже. Может, я... Ну, не знаю. Ненормальная, но... Ты хочешь точно знать? Я понимаю. Спасибо, слоник. Я... Пойду. А то мама меня потеряет. Ты тоже приходи скорее. Не прячься все же весь вечер в машине. Кто сказал, что я прячусь? Я. Давай, я тебя жду. Блин, я все равно пока не понимаю, что за чел с ним разговаривает. Это его второй я или что-то такое? А, стоп. Это чувак и был? Хотя тот в очках чувак был. Непонятно пока. Нет, и не может он быть. Он бы тогда сказал, что с ним произошло. А тут он ничего не сказал. Значит, это другой какой-то тип. Ладно, идем на поминки в билертную. Очень странное место для поминок. Так, в дневнике появилась новая запись. Давайте ее посмотрим. Мы с Ником были лучшими друзьями. Это все знают. Все считают, что я должен прийти ради него. А его дочери Джоан и того мало. Она просит меня остаться и расследовать смерть ее отца. Нашему старому начальнику Уолтеру тоже есть что сказать. Избежать разговора не получится. Задача зайти в бар. Так, у нас новая запись появилась. Так, все тот же город. Все те же сомнения и парадоксы. Остаться или сбежать? На этот раз я сделал другой выбор. Соблазн начать очередное расследование. Итогом которого станет сплошная боль. Оказался слишком силен. Ради кого я это делаю? Ради Джоан? Ради Ника? Или ради себя? Так, давайте Джоан тогда. Так. Из всех, кого ранил мой отъезд из Басвуда, Джоан заслужила это меньше всех. Она была совсем маленькой. И она моя крестная дочь. Но быть единственным другом одинокого ребенка очень непросто. Я не справился. А теперь без отца ей будет еще тяжелее. Злится, страдает, вечно упрямится. А ведь когда-то она жаловалась, что это я упрямый. Я не пытаюсь оправдать свое поведение. Я дал ребенку обещание, которое принесет ей много боли. Хотя я его сдержу, хоть я его сдержу, хоть нет. Что, если она права насчет смерти отца? Как она это переживет? А что, если я не смогу дать ей ответ, который она надеется? Ну, попробуем, блин. Попытка не пытка. Так, надо было поговорить с Уолтером. Все равно придется. Нет, вот это Уолтер? Толстячок? Уолтер Додсон. Да, кошачий корм лежит над раковиной. Да, да, точно, мам. Честное слово. О, Сэмуэль приехал. Я тебе перезвоню. Сэмуэль Хиггс, глазам своим не верю. Ты же два года тут не был. Ну, да ладно, хорошо. Ну что? Ты разобрел. Рад тебя видеть, что тебя задержало. Заплыв по волнам памяти. Похороны я пропустил, но хоть поминки не проще. Да, я тебя обниму. Приехал в Басу, будь готов обниматься. Кушай, рад тебя видеть. Еще бы, конечно, не в таких обстоятельствах. В такие времена нам всегда нужна поддержка. По крайней мере, мне уж точно. Так, обнять его? Ну, давайте обнимем. К слову, ты с Анной давно общался? Давно. А что? Да так. Ничего. Если найдешь время, буду рад. Очень рад пообщаться. Ладно, пойду назад. Так, в дневнике опять появилась запись про Уолтера. Да, у нас появился Уолтер. Мой старый начальник. Я бы сказал, что он научил меня всему, что я знаю. Но если учесть результат, это будет так себе комплимент. Я всегда уважал Уолтера. Редкий случай. Он искренне верит, что должен работать на благо общества. Даже не ожидал, что буду так рад повидать этого старого шутника. Да, хорошо, что мы его обняли. Давайте зайдем уже. Ну что, погнали. Да, сейчас, походу, будет очень много разговоров. А мы хотя бы начнем вникать в сюжет. Ну хотя мы уже, в принципе, вникли. Погиб лучший друг. Его дочка просит расследовать это убийство. Мы согласились. И сейчас будем всех расспрашивать, кто чего знает. Достаточно. Слушайте, забавно и интересно. Прям сделали такой прям необычный детективный квест. Я не удивлюсь, даже если тут будет шутер в игре, что можно будет пострелять. Вообще по стилистике немного похоже на... Даже не помню, как игра про писатель называется. Где он писал, там его семью похитили куда-то там. Мистер Сэмюэль Хиггс, наш спец по журналистским расследованиям. Думал, мы тебя тут уже не увидим? Я б тебе шина спустил-то, но ты ведь тогда уехал. Ты же к нам, надеюсь, ненадолго? Как ответить? Решил воплотить все стереотипы про реднеков? Господа, давайте я вам по бокалу закажу. Дело хорошее, Деклан. Пошел ты, Хиггс. Смотрю, приняли как родного. Деклан, давно не виделись. Давай потише, неохота сегодня работать. А на тебя народ спокойно смотреть не может. Я приехал почтить памятника, остальное меня не интересует. Да, грустная история. Давай, береги себя. Блин, тут куча народу и совсем. Наверное, надо добавить на доску фотографию. Так, давайте дневник посмотрим. Там появился вот этот хрен. Даже двое. Деклан. Деклан работает в местной полиции. Я смотрю, помню, его в школе. Он тогда много дрался. Часто. Вступался за тех, кто послабее. Неудивительно, что он стал полицейским. Вот этот. Когда шахта закрылась, все басовские шахтеры остались без работы. Мог бы и догадаться, что они до сих пор винят в этом меня. Конечно, ведь кошмарные условия туда и бесконечное бесчеловеческое руководство тут совершенно ни при чем. Понятно теперь, почему вот этот чувак на нас зол. Мы, видимо, какое-то расследование провели и шахты закрыли. И вот этот чувак остался без работы и во всем винит теперь меня. Ясно. Так, и с кем мы можем тут поговорить? Так, что это у нас тут есть? Деревянная скульптура. Это мифический дух угля. Да, теперь ему тут, конечно, не место. А взобрать мы его не можем, да? Так. Ну что, с Уолтером? Так, Уолтер иногда утомляет, но он хороший человек. Давайте поговорим с ним. Короче, пришлось их всех выпроводить. И тут я напоминаю. О, Сэм мой, наш Борис за справедливость. Давай к нам, давай. Как похороны прошли. Я не ходил. Готовил бар к поминкам. Столько народу было. Чуть ли не весь город. Океан горьких слез. Я читал надгробную речь. Тяжко, тяжко. Он у меня много лет работал. Много лет. Мой лучший журналист был. Что тут скажешь? Помнишь ту статью? Что-то про светофоры? Он один заинтересовался. Месяц струда. Знаки. Уступи дорогу. Он, когда работал, превращался в рыцаря. Только вместо меча перо. Личность состоит из деталей. Скажем, вечно открытое окно. Он говорил, в закрытой машине ему неуютно. Так вот, я остался с ними. Он часто спорил про Пакмана. Я ему что-то проспорил. Ага, я тоже. Оказывается, она существует. Ладно, хватит про Николаса. Хватит. Скажи, ты-то как сам Сэм. Только честно. Честно отвечу. Я целым днем ничего не делаю. Дни даже не считая. Они все одинаковые. Смерть Ника. Подумаешь, она как комариный укус по сравнению с остальным. Обычно время лечит. Но иногда делает только хуже. Похоже, ты сам из этой ямы не выберешься. Ладно, пожалуй, не буду вам мешать. Иди, иди. Общайся. Всех обойди. А потом возвращайся. Выпьем по бокалу. Не спорь. Так. Да, Уолтер. У меня к тебе вопрос. Вопросы, живительный источник знаний. Я про аварию. Там не было ничего подозрительного. Я себе тот же вопрос задавал. Да, тот же. И правда, ведь странно. Наш юный Николас, он был осторожен во всем. И на дорогах тоже. Я тоже решил покопаться. И знаешь что? Что? С облегчением и с грустью должен сказать, что это была трагическая случайность. Ясно. Жизнь не кинотриллер. И хотя лично меня твой вопрос не смутил, боюсь не всем понравятся такие вопросы на поминках. Особенно от тебя. Ладно, буду иметь в виду. Ты уж постарайся, мальчик мой. Постарайся. Так. С барменом. Он купил бар пять лет назад, но опять... Но взять помощника до сих пор не может. Так. Это Джоан. Эй-эй-эй. Сэмми! Сто лет, сто зим. Тара? А? Что-то живот в последнее время постоянно бурчит. Эм... Да еще история с Ником. Машина вспыхнула как факел. Он, бедный Саша, возгорел. Ты же знаком с Хью? Ты как уехал, мы почти не виделись. Эээ, нет. Тот самый Сэм. Я читал вашу статью про шахту. Наверное, немало пришлось побегать. Вы правда ее читали? И как вам? А, сам текст очень хорошо, очень. Суть, скажем так, это было необходимо. Лекарства обычно горькие, но принимать их все равно нужно. Спасибо за ваши слова. Заходите к нам в аптеку. Будем рады. О, да, Сэм. А сейчас, думаю, тебя ждет кое-что поважнее нас. А, да-да-да, Сэм. Заходи. И кто же меня ждет? Ой. Ну ладно, давайте подойдем. Кто это? После развода у Кэти с Ником совсем не ладилось. Но, видимо, что его смерть для нее большой удар. Кэти. Сэм. Ты все-таки пришел. Знаю, что вы уже давно не вместе, но все равно я очень сочувствую. Мы разошлись много лет назад, но он отец моей дочери. Как без него? Джоан тогда страшно расстроилась. После развода мы с Ником почти не общались. А друзей у Джоан никогда не было. Да. Как будешь уезжать, постарайся не разбить ей сердце, ладно? Трудно что-то обещать. Один раз я уже подвел Джоан. Это факт. Но я постараюсь. Сэм. Я очень на это надеюсь, Сэм. Блин, чувак, тебя вообще ненавидят прям все. Так, свободное место. Так, а что это чертоги разума? Ну-ка, давайте посмотрим. О, мы опять в воспоминания погрузились. Так, это Сэм, да? В Пакмана играет. Ты сам как Пакмана, Сэм. Ты сам как Пакман, Сэм. Сжираю все, что вижу? Нет, ты идешь до конца. Ты не виноват, что шахта закрылась. Пое расследование только ускорило процесс. Подозреваю, что ты еще и людей спас. Привет, пап. Как дела? Гребаная, Сэм. Это что, кольцо? Я и не знал, что ты решила жениться. Да, просто, наверное, пора уже. Пап, а зачем люди женятся? Да люди чего только не делают, букашка. Давай лучше поиграй. Кто-то же должен доказать, что игры это территория молодежи. Ты Анну-то спрашивал? Как бы в этом и смысл. Спрошу ее, когда покажу кольцо. Ну смотри, если что, я всегда рядом. Если что, понадобится. Кроме секрета, как побеждать в Пакмана. Он умрет вместе со мной. Шаль, что мы перестали общаться. Я перестал. Земля пухом, брат. Да, грустная история, прям. Странное фото. Никогда не уходила улыбка с лица. Он был ей скорее другом, чем отцом. Были же времена. Хорошая была команда. Букашка еще такая маленькая. Мы тогда после работы взяли и уехали сразу на море. Классные были выходные. Хорошие были времена. Интересно, кто снимал? Да, очень печальная история, конечно. Сэмуэль. Я продул в споре. В споре? Ага. Я спорил, что ты никогда не вернешься сюда. Не просто же так ты сбежал отсюда, как только увидел реакцию на свою статейку. Я на самом деле не из-за этого уехал. А, по-твоему, все из-за той девки? Да, конечно. Тебя ведь весь город возненавидел. Что ты вообще здесь делаешь, Деннис? Или ты с Ником внезапно подружился? Нет. Он меня алкашом считал. Хотя это правда. А я его графоманом. Это тоже правда. Ты, помнится, айтишник. С каких пор умение менять пароли делает тебя знаком журналиста? Ни с каких. Но меня здорово бесит, когда кто-то меня под меня копает. Ладно, тебе расслабься. Ты хоть скажи, как сам. Я-то знаю, что тебе пофиг. Ну да, пофиг. Не хочешь общаться нормально, но и не надо. Ладно, за Ника. За человека, который, в отличие от нас, все любили. Кстати, о любви. Так, не говорите, что там та это. А, зашибись. Это та, за кого он должен выйти замуж. Ой, блин. Точнее, на кого он должен был жениться. Все ближе час, когда судьба с тобой нас разлучит. Не бегай, что в сердце брешь, как боль рвет изнутри. И пусть страданий тяжит груз, поверь мне, мой родной. Хочу, чтобы ты не уходил. Ты остался здесь. Ты остался здесь. Так, давайте в дневник заглянем. Поминки едва начались, а я уже успел завести пару неловких разговоров. Но самые неловкие еще впереди. Я говорю про Анну, с которой мы не виделись два года. Так, посетить поминки. Так, отдать дань памяти Нику, поговорить с Анной. Блин. А, дневник, у нас новых персонажей куча появилась. Кэти. Кэти с Ником рано поженились и быстро развелись. Не сомневаюсь, что я ей хоть когда-то нравился. Хотя я стал крестным отцом их дочери. Возможно, от этого стало только хуже. Так, а вот этот хрен кто был такой? Итан. Бармен из Тихого Городка больше слушает, чем говорит. Вероятно, бар Итана единственный преуспевающий бизнес во всем Басвуде. Так, еще какая-то запись у этого чувака была. У Уолтера нет и никогда не было второго дна. Он действительно горюет панику. Тара, администратор, басов джангл и та самая странная коллега, которая есть в любом офисе. Ей нравятся абсолютно все. Динозавры, любовные романы, телевангелисты, теории заговора, рисовое печенье, необычные названия улиц. Обо всем этом она готова говорить часами. Так. Нет, у нас кто? Хью. Хью в городе недавно. Но он умеет входить в доверие к людям. А с другой стороны, он фармацевт. Этот навык ему необходим. И все равно приятно, что он нашел время прийти на поминки Ника. Денис. Денис айтишник и мой бывший коллега по газете. Он всегда был раздражительным и язвительным. И держался особняком. Друзей в Басвуде у него немного. У меня тоже, но это все еще не значит, что мы с ним родственные души. Так, а что у нас еще есть? Статистика есть. Шахтерские приветствия. Я не стал молчать, когда один из бывших шахтеров наехал на меня в баре 39. Память о прошлом приятно было вспомнить. Ника у памятной доски 45. Поднять тост. А что это за проценты? Непонятно. Это видно отдельные истории, насколько завершены. Хм. Будем разбираться. Так. Я думаю, мы не будем сейчас подходить уже к этой дамочке. И на сегодня уже закончим. В следующий раз продолжим. Игрушка очень интересная. Обязательно буду ее проходить дальше. На этом мы завершаем обзор и первую часть прохождения этой игры. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Пишите свои комментарии, как вам игра. С вами был Пип, канал Games Reviews. До скорых встреч. Увидимся. Пока.